В 1992 году, когда Советский Союз распался, мы практически начали только еще формироваться. За 20 лет нам удалось сформировать работоспособный коллектив, который имеет достаточно большие наработки в области исследований проблем качества и уровня жизни населения. У нас три направления деятельности. Первое и главное направление деятельности – это исследования, которые нам заказывают правительство Российской Федерации, министерства, региональные органы власти, также заказывают крупные компании, которым нужны разработки, связанные с оценкой доходов, с разработкой социальных программ, с оценкой человеческого капитала, с выработкой мер по его улучшению и так далее. Второе направление нашей деятельности – это образовательная деятельность. Мы имеем аспирантуру, докторантуру и диссертационный совет по защите диссертации. А в Москве нет диссертационных советов, которые защищают отдельно кандидатские и докторские диссертации. В Москве все советы защищают сразу, и кандидатские, и докторские диссертации. Поэтому совет по экономике и управлению народным хозяйством – специальность, а в скобочках – экономика труда. Совет работает уже на протяжении примерно 10 лет. Второе направление, связанное с образовательной деятельностью – это повышение квалификации профессиональной подготовки. У нас это называют дополнительное профессиональное образование. В настоящее время эта деятельность в Российской Федерации требует государственной аккредитации. Мы имеем государственную аккредитацию и выдаем дипломы здесь и удостоверение государства образца по ряду образовательных программ. Третье направление нашей деятельности – это издательская деятельность. Мы издаем общероссийский журнал, который называется «Уровень жизни населения регионов России». Этот журнал издается примерно 15 лет. В настоящее время входит список рецензируемых журналов ВАКа. Есть такой список в Российской Федерации, публикации в котором статей научных работников учитываются при определении достаточных условий для присвоения махученых степеней доктора-кандидата экономических наук. На данном случае у нас в последнее время такая жесткая градация журналов, которые в список рецензируемых журналов ВАК входит в областях знаний, и она отменена, и практически публикации нашего журнала в журнале по экономике, по социологии, по педагогике и ряда других социальных и гуманитарных при присуждении ученых степеней по экономическому и по другим навыкам. За то, что мы установим более тесное сотрудничество, заключен договор, сотрудничество могут приобретать не только дистанционные, но и непосредственные характеры общения, связанные со стажировками, с повышением квалификации, с участием взаимного в научных конференциях и других формах сотрудничества. Вот так в двух словах я хотел рассказать о нашем институте. У нас довольно много направлений деятельности исследовательской, поэтому в данном случае я расскажу только об одном достаточно конкретном направлении наших исследований и о результатах, которые мы получили. Это связано с изучением неравенства материальных условий жизни населения. Это проблема, к которой мы уделяем достаточно внимания. У меня довольно обширная презентация, я ее оставлю в институте, можно будет ей потом пользоваться. Поэтому не надо сосредотачиваться на том, что будет на экране, а больше слушать меня. Потом можно внимательно все это изучить, потому что там достаточно перегруженные цифрами презентации, и просто надо не на слух, а посидеть и поизучать. Мы поставили перед собой задачку сгруппировать домохозяйство или семьи, или жителей, граждан Российской Федерации по уровню материального достатка. Выделить определенные социальные слои по уровню материального достатка. Для этого мы взяли два критерия. Доходы и жилищная обеспеченность. Наиболее часто у нас, во всяком случае, в стране, преобладает подход, когда в основу критерий группировок населения по уровню материального достатка берутся только доходы. Отдельно рассматриваются и группировки, связанные с жилищной обеспеченностью. Вот такие совместные группировки, когда одновременно группировка приводится и по доходам, и по жилищной обеспеченности, но мне таких исследований, в общем-то, неизвестно в нашей стране. Поэтому вот такое исследование мы провели, и оно позволяет, в общем-то, в такой достаточно свежий взгляд бросить на то, какие же социальные слои, а внутри этих социальных слоев группы населения по уровню материального достатка образуются. Их довольно много получается, получается некая матрица. И если ее использовать затем для выработки государственной социальной политики, то она дает возможность достаточно обоснованного и целенаправленного принятия мира для того, чтобы изменить к лучшему положению тех или иных слоев. Ну, кроме того, она, конечно, прежде всего позволяет выявить, сколько у нас благополучных, сколько неблагополучных, какие они эти слои, в чем характер благополучных или неблагополучных. Для этого нам было разработано несколько стандартов денежных доходов. Мы использовали в Советске еще, с Советского Союза, наработки, связанные с разработкой системы потребительских бюджетов населения разного уровня достатка. Я думаю, многим из вас, моего поколения специалистов, известны эти наработки, которые были сделаны тогда в Советском Союзе, которые были связаны с разработкой системы потребительских бюджетов. Тогда это назывались потребительские бюджеты минимум материальной обеспеченности, потребительские бюджеты минимальные, потребительские бюджеты рациональные. Вот тот, кто занимался этой проблемой, тот знает. Конечно, в рыночных условиях эти потребительские бюджеты, в том виде, в котором они были заработаны, тогда использовать невозможно и нецелесообразно но сам по себе этот подход когда мы формируем нормативы доходов для того чтобы посмотреть и сравнить фактические доходы с этими нормативами и оценить кто таскать умеет доходы ниже каких-то минимальных кто имеет доходы выше определенных которых характеризует высокий уровень достатка сам этот подход нормативный подход мы считаем его плодотворным или восстановительный потребительский бюджет и сделали вторую группу населения второй стандарт который позволяет нам оценить какая же доля населения имеет доходы допустим выше бюджетом прожиточного минимума ниже социально приемлемого потребительского бюджета я потом дам характеристику каждого взятие бюджет несколько более подробно третий стандарт доходов от стандарт среднего доста бюджет среднего доста я думаю у вас в азербайджане и у нас в россии да и во всем мире идентифицирует такую группу населения называют классов как средний класс для того чтобы понять критерии отнесения населения к этому слою для этого нужны некие стандарты один из этих стандартов от стандарта дохода каком промежутке доходов мы можем считать население с определенными размерами доходов имеющие материальные ресурсы текущие достаточно для того чтобы обеспечивать жизнь в соответствии с ценностными ориентациями и потребностями вот среднего слоя населения или среднего процента для этого подохода по другому параметре этого бюджета восстановительного потребительского бюджета а а от компенсации затрат обусловленных получением квалификации поддержание квалификации то есть характеризующий сложность труда то этот бюджет каш не позволяет восстановительный потребительский бюджет компенсировать затраты и обеспечить деятельность которые характеризуются наиболее сложным трудом мы ограничим своих исследований как этих бюджет этот бюджет бюджетом средней квалификации среднем профессиональной образовательной но этот бюджет поскольку этот бюджет позволяет додать на минимальные потребности интеграции общества он уже основан не на бюджет индивидуум это бюджет который позволяет создать семью и не только бюджет организма общества но и кайз бюджет высокого достатка это тот бюджет который обеспечивает не только качественное образование самообразование но и творческий труд активный досок восстановительный отдых а также в случае необходимости высокую мобильность в разных аспектах и высокую имущественную обеспеченность в случае необходимости теперь то сколько же денег нужно для того чтобы уметь удовлетворять потребности вот на уровне вот этих вот разных бюджетов если принять бюджет потребительского прожиточного минимума за единицу условно когда параджет создали нормативные корзины для их характеристики и оказалось примерно так что восстановительный потребительский бюджет по своим размерам это примерно 3 бюджета прожиточных минимум что удовлетворить потребности на минимальном уровне но основные потребности и реально включаться в жизнь общества на минимальном уровне это примерно надо денег три раза больше чем те деньги которые подлинны допустим законодательством о бюджете прожиточного минимума национального для того чтобы удовлетворить начать удовлетворять потребности на уровне среднего достатка мы посчитали сколько это вот бюджетов прожиточного минимума примерно начиная от 7 бюджетов прожиточного чтобы удовлетворять потребности характеризующие высокие стандарты жизни это получилось у нас денежная оценка примерно 11 бюджетов прожиточного минимума начиная от 11 бюджетов прожиточного